добрый день друзья сегодня мы рассмотрим на мой взгляд один из самых простейших способов как получить эффект падения тени от фотографии этот эффект довольно интересно будет в лучшую сторону выделять ваши публикации в социальных сетях так и на персональных страничках этот эффект может использоваться с фотографиями с рисунками другими графическими материалами все ограничено только вашим желаниям воображениям и так приступим у нас есть исходная фотография вы получили результат сейчас что для этого необходимо импортируем нашу фотографию получаем слой background для того чтобы начать работу разблокируем слой нажав на замочек меняем размер холста можно нажать комбинацию клавиш ctrl alt c или же для того чтобы начинающие дизайнеры понимали всю последовательность работы я буду показывать как это можно сделать с помощью мышки то есть нажимаем имидж выбираем размер холста меняем размерность ширины и высоты на проценты увеличиваем размер на 10 процентов видите у нас получилось 110 щелокий получилась у нас вот такая фотография которая имеет прозрачные пиксели по контуру создаем новый слой перемещаем его под нашу фотографию далее заливаем этот слой белым цветом и уже мы можем применить к слою с нашей фотографии стиль падение тень здесь у нас сразу же вы заметите изменения на фотографии то есть в принципе можно кому много не хочется возиться с обработка фотографии можно оставить все в таком состоянии мы же немножко пойдем с вами дальше и добавим обводку в начальном состоянии она представляет собой вот такую полосу по контуру внутри шириной 1 пиксель мы меняем ширину в данном случае на 10 пикселей проверяем чтобы обводка была внутри видим как контур фотографии отличается от контура фона по периметру фотографии проступает тень теперь поработаем с тенью мы можем увеличить размер тени ну допустим до 10-ти можем увеличить размытие тени выбираем цвет ну можно оставить черное или выбрать один из оттенков темно-синего, что будет эффектно смотреться в работах. Дальше прозрачность тени здесь, если мы меняем, то увеличиваем контрастность. Вот насколько красиво или некрасиво это судить вам. Я предпочитаю оставить все это как было в начальном. Одной из интересных возможностей этого инструмента есть то, что тень вы можете перемещать просто мышкой. Единственное ограничение, чтобы вот это размытие тени не заходило за границы холста, потому что будет некрасивая обрезка на белом фоне. Если вы публикуете в интернете изображение, то это будет сильно выделяться. Просто размер этой тени немножко нужно будет скорректировать. Вот. И выставить ее вот в такие вот образы. Изменяем прозрачность до 20 процентов. Размер вот. Так. И все. Пожалуйста, вы получили эффект падения тени от фотографии. То есть то, что нам и требовалось сделать. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Если возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если есть идеи по следующим тематикам, по обработке, постобработке фотографий, изображений в фотошопе, буду рад ответить на них. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. До новых встреч.